Уважаемые коллеги, дорогие друзья, наступает 300-летний юбилей Академии наук России. Образованная Петром I в Санкт-Петербурге, Академия на протяжении всех этих трех столетий являлась важнейшим элементом построения современной России, потому что движение вперед невозможно без участия науки, разработки технологий, внедрения их в практическую жизнь. И вот на протяжении всего этого времени этим занималась Академия наук, которая вначале была в Петербурге, потом разместилась в Москве. На сегодняшний день имеет целый ряд отделений. Я очень благодарен Академии наук и президенту нашей страны, и правительству за то, что отделение Санкт-Петербургское возродилось и в настоящее время на университетской набережной дом 5 передано здание под Санкт-Петербургское отделение Российской Академии наук. И я думаю, что вот именно в Петербурге было бы правильно для популяризации и воспитания молодежи создать, может быть, даже в этом здании создать музей науки, российской науки, который бы показывал все, так сказать, достижения мировые, которые дала миру российская наука. Но один только закон сохранения энергии Михаила Васильевича Ломоносова или периодическая таблица Менделеева, вы же понимаете, что или Циолковский, вы понимаете, что это мировые достижения, первое телевидение, первый компьютер, гетерогенные проводники Жирос Ивановича Алферова, да, но равно же, как и в медицине, профессор Максимов с стволовыми клетками, да, и Иван Петрович Павлов с рефлексами головного мозга, профессор Сеченов, профессор Мечников, это, так сказать, достижение, первое гемихов, первые трансплантации, да, вот то, что весь мир увидел впервые, трансплантации в руках человека, который на животных показал, как можно пересаживать, вплоть до головы второй, а первое аортокоронарное шунтирование, сейчас миллионы этих операций выполняется в стране, а первая была в России, здесь, в Петербурге, вот в нашем университете, поэтому, конечно, такой музей, который бы кратко рассказывал о мировых достижениях, которые принесла Россия в мировую науку, и, по сути дела, которыми сейчас пользуется все человечество, это, так сказать, я считаю, что достойно того, чтобы этому был посвящен музей, который будет расположен, кстати, рядом с кунсткамерой, с зданием биржи, где располагается сейчас Эрмитаж, и, в общем, все это бы работало на пропаганду современной науки, на привлечение самых умных и талантливых людей в развитие науки в Российской Федерации, и всему миру говорило бы о том, какое место Россия занимает в мировой цивилизации. Поэтому с праздником, дорогие друзья, с днем рождения, дорогая Российская Академия Наук, и я убежден, что у Российской Академии Наук огромное цивилизационное будущее. Субтитры создавал DimaTorzok